Владимир Анатольевич, расскажите, по вашей оценке, в выходящем году, какие были основные события в стране, в мире, и, может быть, что-то из этого повлияло на ваш бизнес? Ну, прежде всего, конечно, это максимально усилившийся патриотизм всего российского народа, и события в Сирии, они отразились и на настроении в стране. А в нашем городе, я считаю, значимым событием, это, конечно, проведение военно-морского парада, который также привлек весь народ и взбодрил всех. А в вашем бизнесе вы можете что-то назвать прорывом этого года? В этом году прорывом в условиях ситуации на автомобильном рынке, я считаю, явилось то, что мы удержали свои позиции, и, конечно, это все благодаря выходу новому продукту, недорожнику Bentley. А какие у вас прорывные планы на следующий год, если такие есть? Bentley в следующем году представляет новую модель, это революционное обновление купе, которое понравится всем нашим клиентам и позволит сделать наш продукт еще более востребованным на рынке. А чем вы гордитесь сегодня в своем бизнесе, вот главный ваш предмет – гордость? Главный предмет гордости – это наш продукт, это сочетание качества и престижа, это то, чем мы гордимся всем. А продолжите, пожалуйста, фразу «в России заниматься бизнесом, вот как?» Сейчас намного легче, чем 10 лет назад. Но это позитивная коннотация или не очень? Ну, конечно. А что именно стало легче? Стало проще, не надо оглядываться, ты просто делаешь свое дело. А вот основные какие-то законодательные инициативы или уже поменявшиеся законы можете отметить с последнего времени? Я хотел бы отметить, что стало гораздо меньше налоговых проверок. И все-таки отчетность больше приобретает форму декларативную, нежели презупцию виновности.